Здравствуйте, товарищи! Есть ли противоречия в социализме, в его сущности? И если есть, то какие они? Ну, я думаю, что сегодня этот вопрос стал очень актуальным, потому что в связи с тем, какую реформу нам предложило буржуазное правительство, оно предложило такую реформу, которая показывает, что при капитализме жизни трудящемуся человеку нет. Никаких перспектив у него нет. Поэтому волей-неволей уже с помощью буржуазного правительства приходится каждому трудящемуся задуматься о другом обществе, о возрождении социализма, о возрождении советской власти. Но и в связи с этим встает и такой вопрос, а не будет ли так, что вот, скажем, представим себе чудесным образом и быстро возродится советская власть, социализм, а не будет ли так, что мы опять эту советскую власть и социализм потеряем? Ну, вот я думаю, что если мы будем думать, что нет никаких противоречий при социализме, и что всё это даётся без борьбы, или, как это сказал в своё время Хрущёв, что социализм в СССР победил полностью и окончательно. И вот те люди, которые боролись за завивание социализма, отстаивали, их укрепляли, развивали, а им как бы остаётся только ходить и зарплату получать. То есть, если такой настрой демобилизующий, что социализм победил полностью и окончательно, то нет негативных тенденций, все тенденции только вперёд, и всё, мы сейчас будет, через 10 лет будет полный коммунизм и так далее. То есть, если вот так настроены люди, то понятно, что они второй раз потеряют социализм. А надо ли такие приключения? Стоит ли бороться за социализм, если его снова утрачешь? Поэтому разобраться в этом вопросе, который вы поставили, Дмитрий, очень важно для того, чтобы не настраиваться на лёгкую жизнь, потому что и вся наша жизнь есть борьба. Потому что всякое движение, всякое развитие совершается в порядке борьбы противоположной. Всякое и в биологических каких-то процессах, и в животном мире, и в человеческом обществе. И это характерно не только для общества, где есть антиагонетические классы, и для такого общества, как социализм, где антиагонетических классов нет, а классы ещё полностью не уничтожены. Но я бы и дальше пошёл. Вот у Сталина есть такая работа о диалектическом и историческом материализме, где он вообще рассказывает о том, что всякое развитие совершается в борьбе нового со старым. Новый имеется в виду не такой, что никто не видывал этого, скажем, вот такой реформы, как Педведев предложил, ещё никто не видывал. Ничего в ней нового нет, это самое старое, алчное стремление капиталистов забрать как можно больше труда у людей, дать как можно меньше, и получить как можно большую прибыль. А вообще всякое развитие на самом деле идёт в порядке борьбы нового со старым. Вот давайте это в чистом виде и рассмотрим. Эту борьбу нового со старым, она будет при социализме? Ну будет, это всеобщий закон, диалектический. А борьба нового со старым означает признание двух тенденций. Одно движение вверх, низшего к высшему, простого к сложному, а другое движение или другая тенденция, это движение высшего к низшему, сложного к более простому. Ну и вот то, что мы получаем, есть некий результат. Ну давайте поставим себе вопрос такой, когда новое появляется, оно сильнее старого или слабее? Ну скорее всего слабее, потому что оно ещё не встало на ноги. Да, когда новое появляется, оно слабее. Вот поэтому давайте сделаем для себя такой вывод, что вот пусть будет хоть полный коммунизм. И появляются при полном коммунизме какие-то новые идеи, новые изобретения, новые какие-то мысли и так далее. Ну и как сторонники вот этих новых идей, этих мыслей, этих изобретений, они сильнее или слабее более широко распространённого принципа или способа, который они уже пытаются опровергнуть? Слабее. Слабее. Ну раз слабее, кто выигрывает в борьбе? Слабейший или сильнейший? Более сильный. Вывод. Вывод такой, что новое передовое, когда при полном коммунизме будет появляться, оно будет проигрывать. По крайней мере поначалу. Но это же новое передовое, а раз оно новое передовое, оно от этого проигрыша не исчезнет. Оно укрепится, оно окрепнет в борьбе и наступит такое время, когда оно будет теснить старое и наконец такое время, когда оно будет его побеждать. И если бы мы с вами на этом поставили точку, это было бы очень красиво и хорошо оно. Новое победило старое, но это же продолжение процесса. Появляется новое-новое, по отношению к которому вот это наше новое, о котором мы говорили, оно уже старое. И вот это старое, бывшее наше новое, оно побеждает активно новое. И всё продолжается сначала. Вывод самый простой такой, что уважаемые артисты драматических театров, не бойтесь наступления коммунизма. И трагедии, и драмы будут при самом полном коммунизме, и без работы вы не останетесь. Ну, без работы не останутся и другие активные люди, потому что каждый человек в коммунистическом обществе должен занимать позицию поддержки нового передового и борьбы со старым отживающим. Пока партия, народ в Советском Союзе были так настроены, пристали, они так были настроены. Понятно, что все хотели там лучше жить, все хотели большей зарплаты, сокращение рабочего дня, но при этом все понимали, что ничто не даётся само собой. Все понимали, что для этого нужно бороться. И эта борьба была постоянной. Как только объявили, что борьба прекратилась, когда объявили, на 22 съезде, в докладе первого секретаря о программе партии, Хрущёв заявил, что всё, борьба классовая превратилась, классы ещё полностью не уничтожены, а уже классовой борьбы нет. Значит, они перестают уничтожаться, значит, идёт процесс возвратного классового образования. И всё тяпится, тянется назад. И куда? И доколе? Ну, прямо поскольку объявлено, что диктатура патриотовая не нужна, то есть не нужно бороться с силой государства, господствующему классу с негативными тенденциями, это сдача позиций, это капитуляция, это демобилизация. То есть всех ещё и демобилизовал руководитель КПСС. А люди, которые сидели на съезде, то ли они уже разложились, то ли они совершенно не в курсе дела, они не знают вообще ленинизма, не знают диалектики, не знают того, что всякое развитие идёт в порядке борьбы к противоположности, не знают, что всякое государство – это машина насилия в интересах определённого класса. И пока полностью классы не уничтожены, она должна сохраняться. А когда будут уничтожены, государство не надо будет отменять или говорить, что оно не нужно, оно отомрёт само собой. Но отмереть оно может как классовое государство, как диктатура пролетариата. А диктатура, как всякая диктатура, это власть, не ограничена никакими законами. Пускай никто не удивляется, что либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата. А вот сейчас эту истину народ России, трудящийся, рабочий класс, на собственном, так сказать, горбу, на собственной шкуре проверяют. Потому что они убедились, что когда отменили диктатуру пролетариата на 22 съезде, начался переходный период от коммунизма к капитализму. Он закончился в 1991 году. И вот с 1991 года у нас идёт превышение смертности над рождаемостью. Но, видимо, темпы маловато оказались, превышение смертности над рождаемостью. И вот Дмитрий Анатольевич, который сидит за рулём, там сейчас в правительстве, он решил поддать газы, чтобы быстрее умирали люди. И если у нас раньше 10% женщин и 20% мужчин не доживали до пенсии, то теперь, значит, по прогнозам и расчётам, 20% женщин не будут доживать до пенсии и 40% мужчин. Но и, так сказать, женщинам нехогда будет, да и мужчинам, дедушкам нехогда будет особенно с внуками общаться. Надо готовиться уже в дальний путь, в дальнюю дорогу. Вот такая картина. Ну вот в связи с этим я хотел бы ответить на ваш вопрос, так сказать, ну, системно, систематически. Не так, что есть отдельные противоречия, что вообще будет борьба, а что за борьба и как она разворачивается. Ну вот, то есть будем говорить с вами уже не о полном коммунизме, давайте немножко поближе к нам подойдём, о социализме. Всё-таки социализм – это низшая фаза коммунизма, это то, что получится после того, как закончится переходный период от капитализма к коммунизму. Вот низшая фаза коммунизма – это неполный, неразвитый, незрелый коммунизм. Или коммунизм с родимыми пятнами капитализма. Эти родимые пятна во многом выражаются, ещё классы полностью не уничтожены. И выражаются они в том, что хотя распределение должно быть по потребности при коммунизме, а есть ещё часть продуктов распределяется по труду. А раз она распределяется по труду, то это применение одинакового масштаба к различным людям, как написано было у Маркса в политике годской программы и у Ленина в государстве революции. А раз это применение одинакового масштаба к различным людям – это не коммунистический принцип, это чисто буржуазное право. Поэтому, говорит, такое явление, Ленин объясняет, это буржуазное право при коммунизме, при социализме. То есть, есть отрицание коммунизма в самом еще пока коммунизме. И так просто от него освободиться нельзя. Нужен целый период, целый, можно сказать, целый этап, целая фаза формации. Переходный период? Нет, не переходный. Переходный период, там просто есть и капиталистический уклад, и коммунистический. Переходный период закончился. Мы говорим о социализме. Когда нет капиталистов, нет частной собственности, ничего нет. Все коммунистическое, но все коммунистическое с родимыми пятнами капитализма. Все. А что такое с родимым опять? С отрицанием. Все с отрицанием. Значит, можно поэтому сказать так, что основное противоречие социализма – это противоречие между его коммунистической природой и отрицанием коммунизма, связанным с выхождением из капитализма. Это проявляется во всем. И развивается оно. Это противоречие в каких-то и проявляется в конкретных противоречиях. Вот ближайшее противоречие – это противоречие производства. Производство какое при коммунизме? Товарное или непосредственно общественное? Непосредственно общественное. Для мидерального, противоположного, товарного производства. Ну, раз оно противоположное, а отрицание коммунизма в чем проявляется? Как отрицание? Непосредственно общественного производства. Это отрицание где, как в другое производство или в самом производстве? В самом производстве. Значит, это его же характеристика, его же момент. Ну, отрицательный момент социалистического непосредственно общественного производства. Как его назвать? Товарность. Нельзя сказать товарное производство, это новый уклад, ещё один уклад, ещё один способ производства. Нет второго способа производства. Как это проявляется? Ну, вот возьмём экономические интересы обычного труженика, работника социалистического общества. Или коммунистического общества в его первой фазе. Заинтересован он в том, чтобы выросла общественная богатость, вырастала. Заинтересован. Потому что чем больше общий котёл, тем больше он получает. В том числе и через общественные фонды по труду. А ещё у него есть такой интерес. Неважно, как там растёт этот общий котёл, если я получу большую долю меньшего пирога. Я же тоже в этом заинтересован. Причём дело не в том, что я так собираюсь сделать. Кто-то собирается, кто-то не собирается. Кто-то с этим борется внутри, кто-то и внешним образом. Но это ведь объективный экономический интерес выгодна. Не ждать, когда там это всё нарастёт. Особенно, если дырки проделаны в этом самом общем котле. Оттуда уже льётся, так а что туда буду складывать-то? Всё равно уйдёт. Так тогда надо тем более забирать оттуда больше. То есть, этот вот есть другой интерес противоположный. И два интереса у трудящего социалистического общества, которые противоречат одно другому. Один общий, связанный с возрастанием общественного богатства. А другой в том, чтобы получить меньшую долю общего пирога. Значит, поэтому встаёт вопрос о приоритете. Если приоритет общественных интересов, а это личные интересы, но совпадающие у всех членов общества. Если приоритет общественных интересов, то, так сказать, развивается. Социализм, полный коммунизм. А если приоритет личных, который сейчас у нас доразился до того, что даже вот буржуазия свои-то общие интересы не может осуществлять. Каждый осуществляет свои личные. Оно и всему обществу навязывает, и своему классу навязывает. И поэтому оно ничего не может сделать. Потому что кого оно куда бы ни поставило, он сразу набивает себе карманы. Как всякие принципиальные. Как раз у нас принцип теперь вот при буржуазии строе приоритета личных интересов. Ну и вот мы видим, что набивает себе карманы, расстаскивает государственное добро. То есть, общее имущество класса капиталистов. Они опции свои общак, которые не могут никак обслужить. Ну а вернемся в социализм, который у нас был, и который у нас будет, и который есть, например, в КНДР. А при социализме есть такой интерес. Значит, как он разрешается, это противоречие? Вот то, самое общее противоречие между коммунистической природой, социализмом и его отрицанием, разрешается борьбой за коммунистическую природу социализма. А это противоречие, как разрешается, борьбой уже конкретно за приоритеты интересов общественных. То есть, какими-то воспитательными мерами? Любыми. Почему только воспитательными? Всеми мерами борьбы. А мы еще определим, какая она борьба. Сейчас какими мерами, это выяснится из дальнейшего анализа исследований противоречий. И вот, а что это за общественные интересы? А у нас в обществе, в социалистическом еще существуют, по крайней мере, кроме рабочего класса, еще люди, не принадлежащие к рабочему классу. То есть, существуют классовые различия. Существуют, существуют. Какие? У Ленина в работе «Великий почин» они перечислены между городом и деревней, людьми физического и людьми умственного труда. Не между умственным и физическим трудом. Эти различия вы никогда не исключите. Одно дело, я перерабатываю какие-то материальные объекты в другие материальные объекты, а другое дело, я одну мысль рассматриваю, как-то преобразовываю и переделываю ее. Или одну идею в другую идею. Или я беру, создаю какой-то художественный образ. Никак вы не можете уничтожить различия между преобразованием в сфере общественного сознания, в сфере идей и преобразованием в материальном производстве. А вот различия между людьми можно преодолеть как? Различия между людьми можно преодолеть за счет того, что будет сокращаться рабочее время. И то, что вы делаете, и то, кто вы, будет определяться не рабочим, а свободным временем. Сейчас, если я инженер, значит я инженер. Ясно, какие у меня черты, то есть никакой характер, какие привычки. Если я рабочий, то я рабочий. Если я интеллигент, то я интеллигент. Понятно, у него есть свои особенности, свои недостатки, свои плюсы. Но если у меня такая ситуация, что я работаю 4 часа, а 5 часов играю на скрипке, то кто я? Если я токарь, 4 часа работаю на станке, а 5 часов на скрипке играю. Но уже токарь-скрипач. Нет, скрипач-токарь. А, то есть чем больше времени? Я 5 часов на скрипке, ну если больше времени. Нет, скрипач, но токарь. Просто токарь на втором месте. Почему это он на втором? Ну, то есть токарем я не перестаю быть. Вы не перестаёте быть, поэтому токарь на втором. Понятно. Почему на втором? Потому что больше времени я занимаюсь, чем игрой на скрипке. А если равное количество времени? А если равное, тогда скрипач-токарь. Токарь-скрипач. Вот вы и преодолели различия между людьми физического и людьми умственного труда. И прямо вот в немецкой диалоге у Маркса Энгельса утром он пишет книги, вечером он там ходит за животными, там он угудит рыбу. Это ещё материальное производство. А потом, или как у Маяковского написано, он хорошо знал эти произведения. «Сидят папаши, бороды веником, веники, землю папашат, попишут стихи». Ну, если они землю папашат, попишут стихи, но если они больше пашат землю, то они, конечно, земледельцы. Если они больше пишут стихи, то они поэты, пусть даже и не очень хорошие, но они всё равно поэты. Ну, а как узнаешь, кто хороший, кто нет? Потом отбирают истории. Надо содержать всех поэтов, появится Пушкин, Лермонтов, Некрасов. Поэтому не надо жалеть на это средство. И это рабочий класс тоже понимает. Надо содержать этих товарищей. Короче говоря, путь к этому известен. Но пока в первой фазе коммунизма эти различия есть. Значит, между умственными людьми, физическими людьми, умственными труда, между городом и деревней. А между городом и деревней какие различия? В одном случае все блага цивилизации в непосредственной доступности. Сейчас говорят, ну ничего, вы можете по интернету посмотреть. Особенно у вас слабо, если интернет в деревне. Или вы можете позвонить. Особенно если у вас там даже МТС не берет. Или мегафон. Я вам пробовал. Куплю 4 же флешку мегафона в разливе. Под сестра резком. Ни черта, ни интернет не ловит. Поэтому одно дело, вы непосредственно пошли в театр. А другое дело, вы пытаетесь что-то посмотреть. Как-то посмотреть. И, конечно, одно дело, ну раньше при социализме выступают артисты. Они ездят, конечно, иногда приезжают. Но не наездишься по всем деревням. Вот. Поэтому, значит, сам технический прогресс создает возможность этого преодоления, этого различия между городом и деревней. Потом сейчас придумали, значит, вот у нас есть промышленные предприятия в городах. Они разогрязняют все. Ну вот вы встаньте в центре города и посмотрите ночью. Увидите звезды или нет? Не увидите. Почему? Смог стоит над Петербургом. А вы отъезжаете 30 километров от города. Поднимите голову вверх. И вы увидите звезды там. И вот вам, пожалуйста, полярная звезда. Вот ковш большой. И там медведица. Вот малая медведица. И все видно. Почему? А нет, там вот смог такой не стоит. И какое решение этой проблемы? Ну, много таких решений. Во-первых, надо переходить на электротранспорт. А у нас что делали? У нас уничтожают. Уничтожали, например, электротранспорт. У нас, можно сказать, крупнейший город мира с такой разветвленной трамвайной сетью. Уничтожали, снимали рельсы. На всякий случай, чтобы не восстановили рельсы, убирали контактную подвеску. И, соответственно, сдавали в металлолом медь. Медные провода висели. Быстрее, быстрее, быстрее. Чтобы меньше было электрического транспорта. Чтобы больше было автобусов. И личных автомобилей. Теперь личных автомобилей уже в советское время было посчитано. Ну, что из 10 машин ездит одна. Ну, вот, если посмотреть. А в основном остальные 9 стоят. То есть, понятно, что в разное время разные едят. Но, в целом, в основном стоят. Поэтому, скажем, разве это то, что вы вышли, и у вас есть стоят уже машины, как сейчас велосипеды у нас стоят. И вы можете сесть, и приезжайте там, ни вопросы обслуживания, ни СТО, ни смазки, ни о вас не касается. Вы проехали, и вышли, и доехали до того места, где лучше пешком идти. И там пошли пешком. Или сели на метро, приехали, а там другие машины. Сели на машины, поехали дальше, куда вам надо. А зачем бороться с трамваями, если здесь электричество, а троллейбус – это топливо, расходы? Это топливо в том месте, где нет такого отравления народа. Вот, скажем, в деревне, в чём различие международные? Там свежий воздух, там хорошая природа. Вот борются с этим так. Берут промышленность и отправляют из городов. Из Москвы, из Петербурга. Казалось бы, так вы бы поставили пылеуловители, газоуловители, так, как их освежители, которые забирают все эти вредные вещества. А что вы делаете? И вы просто эти вредные вещества перемещаете куда? Так называемую деревню. Точно так же, как помойки. Ну, что вы думаете, если вы переместили этот свой мусор вот туда, ну, вы подумайте, от чего всё гниёт. Ну, вроде как, безразлично, что делает, например, промышленности. Можно пластмассовые делать, стаканчики и тарелочки, а можно бумажные стаканчики и тарелочки. И что? Ну, что пластмассовые сделаете, на них пишите сразу своё имя, потому что через 200 лет найдут и прочитают ваше имя. Вы и стлеете, а стаканчики эти вот ещё будут. Послания потомкам. Да, послания потомкам. А бумажные через месяц уже их нету. Это деревесина, ну, в переработанном виде. Ну, в чём проблема-то? Ну, сделайте так. Во в той же Франции уже взялись за то, чтобы запретить вообще всю пластмассовую посуду. Ну, сделайте те же самые бумажные. Нет, не хотят. Мишки эти вот смеялись над тем, что в советское время ворачивали в кулек. Как вы кулек выбросили, то есть, зайдите макулатуру. Или всё это будет. Оно всё пойдёт, растворяется. А сейчас горят свалки. А сейчас свалки. И что такое они? Там страшные химические реакции. Просто национальная проблема уже. Да, в чём дело. И вроде бы так у нас товарищ Иванов Сергей Борисович, который был главой администрации президента, вроде собирается этим заниматься. Но это вот, когда цель производства прибыли, ну, что, если я вот капиталист, я буду заниматься вашими помойками, да я буду вообще здесь не сидеть. Зачем мне различия между городом и деревней, я уеду на острова, а генеральный директор у меня будет вот этим всем управлять. А я должен получать от него информацию. Как только прибыль будет меньше, всё, он уволен, и я ставлю другого. Вот и всё. Мне это не нужно. Поэтому никак они не могут никого заставить. И всё загрязнено, и всё прочее. Ну, и в советское время с этим надо было бороться, надо было бороться. Значит, при социализме необходимо вот эти различия между городом и деревней преодолевать. А с другой стороны, значит, вот люди из села, они должны иметь возможность получать образование, так сказать, культурное развитие. Что для этого нужно? Медицинское возможности. Как у нас с этим делаем сейчас? Сельские школы, фельдшерские пункты. Да, не просто фельдшерские пункты, там должны быть хорошие больницы, должны быть квалифицированные врачи. Для этого, между прочим, врачам нужно создать условия, учителям надо создать условия. То есть, этот процесс оборвался с момента того, когда решили, что не надо ни за что бороться, всё само придёт, и вообще у нас развитой социализм. Если он развитой, значит, хотя социализм по определению социализма, это не развитый, не зрелый, не спелый коммунизм. Коммунизм в первой фазе. И есть родимые пятна. И поэтому, если вы объявили это развитым, вы просто бездельники, ничего делать не собираетесь. Может быть, они имели в виду, что это коммунизм уже? А он коммунизм. И так, они правильно имели в виду. Нет, они его отделяют от коммунизма. Они просто не хотят ничего делать. Если он коммунизм, ну какой он коммунизм? Незрелый. Незрелость – это элементарная характеристика социализма. Это незрелый коммунизм. Или даже, вот я был в Белоруссии, как-то там с лекциями. И вот просыпаюсь, купил газету «Местная звезда». И там написано по-белорусски. Мы вступили в этап спелого социализма. Ну, думаю, всё. Спелый сейчас гниёт и упадёт. Так случилось. И он гнил и упал. Через некоторое время. То есть, это же всю партию повязали этой дурацкой концепцией, ревизионистской, этого самого развитого социализма. А для чего? Чтобы такую конструкцию сделать, новый развитой социализм, ему соответствует общенародное государство. То есть, один ревизионизм связать с другим ревизионизмом, получается такая картина псевдо-марксистская. Вот другой базис, другая настройка. Хотя, на самом деле, и эта глупость, и эта глупость. А что за общенародное государство? Здесь просто ни слова. Ни здесь, ни здесь про это ни слова. А общенародное государство, это то, что в своё время критиковал Энгельс, что это жареный лёд. Потому что государство, пока оно есть, оно классовое. А когда оно, в данном случае, государство рабочего класса, оно отмирает, как диктатура пролетрята. А когда оно уже общенародное, то оно не государство. Потому что государство, это же организация насилия в интересах господствующего класса. Ну, нет у господствующего класса, значит, нет и государства. Не может быть простого. Это может быть коммунистическое общественное самоуправление, самоорганизация трудящихся. Что хотите, но это не государство. И наоборот, если оно ещё есть, то оно всегда классовое. Поэтому соединять два этих слова, государство и народ, нельзя. Не бывает общенародных государств. Человек, который говорит общенародное государство, он профан или жертва, так сказать, ревизионизма. Он плохо учился по плохим книжкам. Ну и везде Ленин говорит о том, вот в этой книге, которую вы здесь поставили, книга называется «Главный в ленинизме». Кто-то эту книгу посмотрит, а она, так сказать, главная по вопросу о государстве, что есть в полном собрании сочинениях, в 55 домах представляет собой такую выборку наиболее ярких, наиболее точных и наиболее запоминающихся высказываний. Тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата, либо безнадёжный идиот, либо политически настолько безграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. Вот я очень её рекомендую. Если вы откроете главную страницу Фонда Рабочей Академии, на главной слева стоит, так сказать, вот обложка этой книги. Вы на неё нажимаете и можете читать. Главное в ленинизме. Есть такие люди, которым, ну, так сказать, они понимают, что они не быстро прочтут полное собрание сочинения Ленина, 55 томов, хотя это не так уж и долго. Но хочется, так сказать, как бы получить предварительное представление об этом, наиболее яркие места по этому вопросу, по вопросу о государстве. Вот эта книга о том, что главное в ленинизме – это учение о диктатуре пролетариата, и эта диктатура пролетариата, она тянется до полного уничтожения классов. Вот, но мы с вами остановились на рассмотрении противоречий между непосредственно общественным характером производства и другим моментом, приоритетом каких-то частных интересов, каких-то особых, даже хотя бы одного работника. Это называется товарностью между непосредственно общественным характером производства и товарностью, как отрицательным моментом, непосредственно общественного производства. Как оно разрешается? Благодаря существованию принципа приоритета общественных интересов. Сейчас вы о нем забыли. Сейчас какой принцип у нас пропагандируется? Личных интересов. Личных интересов. Вот если я, скажем, это, так сказать, государственная политика, это государственная пропаганда, этому всех учат, что у нас вот приоритет личности, интересов личности. Вот я стал министром. Все я должен делать. Заботиться лично о себе, соответственно, наверное… Нет, если я принципиальный интерес человек, я принципиальный. Я думаю, обогащаться. Нет, но если я принципиальный, я должен заботиться. У нас какой принцип? Личности. Приоритет личности. Вот я должен обогащаться. Нет, я что-то делаю такое полезное для государства, но главное у меня за это время, пока я сижу, набрать. И поэтому посмотрите, какие деньги там идут, какие деньги сумасшедшие. Тут они думают, вот мы пенсионеру накинули тысячи, ну вот 30 миллионов получает в месяц госпожа Набиулина. 24 миллиона члены правления Сбербанка, они все старушки несут свои гробовые в Сбербанк, им не стыдно, 24 миллиона, ну вот шахтер получает 40 тысяч средний в России. Ну у него, ну нет, труднее, ну как бы я не работал в Сбербанке, и как бы не трудно мне было бы галстук поправлять, и как бы мне не трудно было цифры какие-то пересчитывать, ну никак невозможно мне потратить больше своих человеческого труда, затрат мозга, мускулов, нервов, чем шахтер. Они же умирают, даже можно посчитать, сколько миллионов тонн надо добыть, чтобы и сколько за это время смертей будет, уже есть такой прогноз, и есть это соотношение. А вы знаете, как министр Силуанов, министр финансов, ответил буквально недавно, можно найти в интернете, в интервью телеканалу «Дождь» на вопрос о своей зарплате, что, да, мы понимаем, ну так, избегал каких-то, скажем так, оценок много, мало, он просто сказал, да, это понятно, 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 но суть в том, что такова система мотивации чиновника. Вот так. Да, если чиновник буржуазный, он должен быть, проникнуться буржуазным духом. А что, какой главный принцип при буржуазном строе? Принцип приоритета личных интересов. Поэтому не надо удивляться, что если они вот набивают свои карманы, и некоторые потом залезают в государственный карман. Получается, что чиновник, который выступает за общественные интересы в такой системе, он в кругу своих является беспринципным и странным чудиком каким-то. Ну так вот, меньше всего получает, вы можете там не любить Медведева и Путина, но они меньше всего получают во всех доходах, чем и окружающие, простите меня. Вот, например, Трутнева возьмите, наверное, хороший чиновник, он гораздо больше имеет всяких. Фамилия интересная уже. Да, ну вот он, вон гора, ничего плохого про него сказать не могу. Ну и про других, если вы берете в декларацию, но только кроме декларации существует еще другое понятие. Основные богатства – это не земельные участки и не доходы, а основные богатства – это капитал. Ну если, допустим, у кого-то 2 миллиарда, пока он чиновник, он передал его в доверительное управление, там идет накопление прибыли, увеличение этого капитала, как только он закончит свой чиновничий пост, у него будет там не 2 миллиарда, а 3 миллиарда или 4 миллиарда, а пока он может помогать тем, кому он передал в управление, ничего особенно не нарушая. Это никогда не проходит ни в каких декларациях. Вы видели в декларации сколько заводов у того или иного чиновника? Нет. А они как бы не у него. Если у меня есть 5 заводов, я их всех передал в доверительное управление. Иванову, Петрову, Сидорову, Степанову и Богданову. Главные не члены семьи. Да. И потом вы у меня смотрите, у меня там «Жигули», у меня то, у меня всё, земельный участок, квартирка и всё. Скромненько. Но мы вернёмся всё-таки к социализму. Так вот, поэтому принцип приоритета общественных интересов – как его удержать. Вот этот принцип, если этот принцип осуществляется, социализм развивается. Если этот принцип не осуществляется, социализм не развивается, а деградирует. А если этот принцип не особенно осуществляется, слабо, то есть много нарушений принципа, приоритета общественных интересов, то тогда получается, что развитие идёт медленнее, нет продвижения. Как говорится, больше угля, больше хлеба, больше стали, а социализма, больше социализма не получается. А потому что больше социализма тут не может быть. Почему? Потому что социализм это уже коммунизм. Это целое. Но он не развитый, и он как целое должен развиваться, если выдерживается принцип приоритета общественных интересов. В свое время Сталин говорил, что вот буржуазия, а она утвердила, когда она получила господство, принцип такой, частная собственность должна стать священной и неприкосновенной. Вот если мы хотим существовать как новый общественный строй, мы должны сделать общественную собственность священной и неприкосновенной. И время от времени выступают разные люди, говорят, вот при Сталине мы за маленькое, так сказать, мало денег утащил или маленькое богатство забрал, так сильно наказывали. Ну, а как вы собираетесь утвердить принцип приоритета общественных интересов? Он утверждается очень непросто. Но общественные интересы, надо разобраться, они носят классовый характер при социализме или нет. Но если еще классы полностью не уничтожены, значит, есть различия в интересах. Значит, не все одинаково заинтересованы в построении полного коммунизма. В чем разница? Ну, нету таких классов и слоев при социализме, мы берем не переходный период, именно как социализм, нету таких, у кого интересы антагонистичны интересам рабочего класса. Но они отличаются. Если отличаются, вот если я поставлю, скажем, я как представитель умственного труда, свои интересы выше, чем интересы рабочих, и что будет? Ну, будет общая деградация в обществе. Я в итоге меньше получу, потому что, если вы осуществляете интересы рабочего класса, то рабочий класс не может улучшить свое положение, не улучшить положение в медицине, в образовании, в культуре, в науке. А положение в науке можно увеличить быстрее, не ждать, когда там рабочий класс улучшит свое положение, правда? Ну, меньше им платить, больше нам платить. В медицине то же самое, в культуре то же самое. Поэтому единственный способ двигаться вперед, это обеспечивать осуществление интересов рабочего класса, они многогранные, они требуют улучшения положения всех членов общества. Все это записано было в свое время в программе Коммунистической партии РКПБ, принятой на Восьмом съезде, где говорилось о том, какова цель социалистического производства. Обеспечение благосостояния и всестороннее развитие всех членов общества. Не мое, не ваше только, а всех. И пока, если кто-то исключается из этого принципа, это не социализм. Социализм, когда все развиваются. И этот принцип по поводу этого, дискуссия была между Лениным и Плехановым, еще когда первую программу составляли на Втором съезде партии в 1903 году. У Плеханова в первоначальном тексте, а у нас основной текст написал программы, говорилось, что при социализме производство идет для удовлетворения нужд общества. А Ленин пишет, такую организацию еще и тресты могут дать. Надо написать для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Ну, полного не взяли, свободное не взяли, записали для обеспечения благосостояния и всестороннего развития всех членов общества. И Ленин наставил курсивом, написал всех членов общества. И в первой программе, и во второй программе. И именно эта цель социализма была выброшена в третьей программе, которую подготовила эта вот компания Хрущева. Вот именно эта цель общества. Кому это плохо, если вот всесторонних все будут развиваться? Нет, давайте я буду развиваться, а вы обойдетесь. Или вы будете развиваться, если вам повезло. Отсюда у нас и вот нынешнее положение. Если успешные, вот как вы, я не успешный. Или наоборот, успешные, как я, а вы не успешные. Если у вас мало денег, значит, вы не успешные. Потому что вот когда рассаскивали общенародное достояние, я стартанул и быстро добежал, как Рома Абрамовича. А я проспал. А вы, да вам как-то неудобно было захватывать. А вот тут уж такое время, молодой человек. Вам неудобно? Ну и сидите, значит, вот вы есть кто? Неудачник. Кто успел, тот и съем. Неудачник вы, вот и все, вот и поймите. Вот сидят эти, им в лесу прямо говорят, что они неудачники. А вы, говорит Михаил Васильевич, что такой бедный тогда, если вы такой умный? Потому что я не сволочь. Потому что я знаю, как это делается. Я знаю, как люди махинируют. Я этим заниматься не буду. Поэтому, значит, принцип, поэтому интересы общественные в первой фазе коммунизма носят классовый характер и являются интересами рабочего класса. Самого передового. Он, как говорится, если кого-то это не очень устраивает, как говорил Маяковский, про литерат неуклюжее слово, куда изящнее звучит соловей. Для нас это слово могучая музыка готова, могучая мертвых, и сражаться, поднять. И вот отсюда вывод, что для того, чтобы шло разрешение противоречия между непосредственно общественным характером производства и товарностью, должно быть приоритет общественных интересов. А вот тут есть противоречия, связанные с существованием еще пока классовых различий между городом и деревней и людьми физического и имущественного труда. Давайте его сформулируем. Это противоречие между бесклассой и природой коммунизма и наличием, и еще непреодоленным делением общества на классы. Или неполностью преодоленным делением общества на классы. Оно уже преодолено в плане того, что нет антагонистических классов, нет противоположностей интересов. Но противоположностей интересов, приоритета интересов есть. Если есть различия, то можно, взяв за приоритет другой интерес, затормозить все движение. Вот эта противоречия разрешается по линии осуществления интересов рабочего класса. Что отсюда вытекает? Раз приоритет интересов рабочего класса, значит рабочий класс должен оставаться господствующим классом, раз есть противоречия его интересам и есть попытки создать приоритет иных интересов, интересов отдельных рабочих, например, про которых Ленин писал, которые хотят взять от общества побольше и получше, и дать обществу поменьше и похуже. Вот сколько мы таких негодяев не видели, как мы их только не наказываем. Поэтому это с самого начала было и это может быть, поэтому осуществляется диктатура не каких-то отдельных рабочего класса в целом, который свободен от этих особенностей отдельных личностей, которые принадлежат даже к этому классу. Поэтому диктатура рабочего класса это гарантия от чего? Это гарантия от разложения социализма, от движения вспять, и поэтому это не абстрактный разговор про общие интересы, а это интересы конкретного класса и рабочий класс должен в том числе и силу использовать, ну если есть противоречия, если я не смог вас убедить, так я должен, если я не смог убедить, я должен принудить. 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 Поэтому убедить, но и принудить, говорил Ленин. А это значит, что это государство. Государство это орудие силы. И поэтому нужна диктатура пролетариата. То есть диктатура пролетариата нужна не потому, что Ленин так сказал в работе великий почин, и не потому она нужна, что Марк сказал про переходный период, что она там нужна диктатура на переходный период. А Ленин говорил в великом почине о том, что пока остаются классы, пока остается различие между городом и деревней, и людьми, и физически, и людьми, и университет труда, это дело очень долгое, необходимо осуществлять диктатуру пролетариата. И он специально говорил, что только определенный класс, именно городские, вообще фабрично-заводские, промышленные, рабочие в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых в борьбе за свержение иго-капитала. Это уже было, мы берем с вами социализм, в ходе самого свержения тоже было, в борьбе за удержание и укрепление победы, это переходный период, в деле созидание нового социалистического общественного строя, это тоже переходный период, во всей борьбе за полное уничтожение классов. А это вот весь период социализма, когда социализм уже построен, но при этом, скажем, настолько неграмотные были там такие люди, как Хрущев, или люди, которых слушали неграмотные, рассказывали, что коммунизм будет через 10 лет. Но он был с момента построения социализма, как построили социализм в 1936 году, это что построили? Коммунизм в первой фазе, поэтому что значит нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме? Прошлое поколение советских людей уже жило при коммунизме, и позапрошлое поколение советских людей жило при коммунизме. То есть, Риш, это вот рэперная точка, где вот можно зафиксировать, что построили? Это можно зафиксировать тогда, когда нет другого уклада, было 5 укладов в России. Какие? Патриархальный, сам предложил, сам потребляю, огурчики вырастил, сам и съел, вас пригласил, вас угасил. Патриархальный, никакого рынка. Мелкобуржуазный, сам бы ел, да деньги надо. Продаю, продаю, на эти деньги живу. Частнохозяйственный капитализм, изжили государственное производство, более дешевые дают продукты, а они не товары, потому что государственный продукт, продукт социалистической фабрики, написано в статье Ленина, наказ от СТО, Совета труда и обороны местным советским учреждениям. Не есть товар в политико-экономическом смысле. Уже не товар, перестаёт быть товаром. А потому что нет обмена. Это не для обмена продаётся, а для удовлетворения потребностей уже. И госкапитализм, когда ещё государственные предприятия, ну каждый действует в своих интересах, нет ещё единого плана. А когда уже весь план на всю экономику, уже коллективизация прошла, нет другого уклада. Есть один социалистический уклад и одна собственность. Не две общественных собственности, как безграмотные люди пишут, общенародные, то есть государственные, и кооперативно-колхозные. Нет. Во-первых, никакого общенародного государства не бывает. Государственная собственность, и она потому общественная, потому что государство – это государство рабочего класса. А интересы рабочего класса – это общественные, поэтому про государство рабочего класса легко доказать, что его государственные интересы – это общественные, поэтому и собственность общественная. И кооперативно-колхозная сама по себе форма общественной собственности, потому что кооперативно-колхозная собственность сама по себе без государственной собственности, государство рабочего класса, не может быть формой общественной собственности. Она будет частная собственность, коллективная. Как сейчас, например, КПРФ ходит, говорит, мы создадим народное предприятие. Ну, что за народ может у вас 200 человек? Что за малые народы такие вы нашли? 200, 250, 300. Ну, вы хоть понимаете, что такое народ? Народ – это рабочие и крестьяне. Чего вы людям пытаетесь втолковать? Какие-то глупости говорите? Вроде серьёзные люди болтают какую-то чушь. Народные предприятия. Какие же они народные-то, когда они принадлежат нескольким человекам? Ну, 200, ну, 300, ну, 400. Ну, у вас народ какой-то очень маленький. Народ – это десятки миллионов. Народ – это рабочие и крестьяне. Это непосредственные производители материальных благ, и все. А вот если один хоть в этом не участвует, я участвую, а вы – нет. Все мы участвуем, а вы – нет. Значит, ненародная ещё. И вообще, собственность ненародная берётся, а общественная. Ни у Маркса, ни у Энгельса, ни у Ленина вы не найдёте народной собственности. Везде говорится об общественной собственности на средства производства. Потому что общество – это социальный организм. В том числе есть господствующий класс. То есть, это серьёзное образование и сложное. Скажем, в этой системе общественной собственности большую роль играли машино-тракторные станции, о чём Сталин говорил о работе экономической проблемой социализма. Там рабочий класс, техника вся в руках у государства. Вы будете гречу сеять? Будете? Даём технику. Не будете? Ну, вы свободны, мы свободны. Мы вот дадим Иванову, он будет гречу сеять. А вы уж как хотите. Вручную можете. А это ваше дело. Вы свободны. Мы с вами разговариваем чисто на таком торговом языке. То есть, наличие рабочих совхозов, рабочих машино-тракторных станций, да ещё 25-тысячники прямо были непосредственно в колхозах руководителями и в фортильных организациях были, вот этих самых сельских. Они обеспечили подчинение всего производству общественным интересам. И вот это и позволило в середине 30-х годов сказать, что у нас социализм. Правда, странные потом были высказывания сплошь и рядом в печати, что а теперь у нас будет социалистическое строительство. Непонятно. Вы же построили уже, что опять строите. Вы давайте теперь из всех углов выметайте мусор, который из-за этого выделили, когда-нибудь введённые в строй здания. Там надо и мыть, и убирать, и налаживать ещё что-то. Что-то ещё подлаживать, подтачивать и так далее. То есть, родимые пятна. Преодолевайте их. Нет, вместо того, чтобы сказать, что коммунизм у нас построен в первой фазе, теперь надо не строить новый строй, а надо этот строй. Развивать. Ну, если вы вот, так сказать, сформировались как человек, скажем, ну вот молодой человек, что нужно сделать? Ну, надо, чтобы молодой человек стал зрелым. Для этого надо, что ли, строить, что ли, его? С чем его строить? Вы учите его, помогаете ему избавляться от недостатков и так далее. Вот это задача государства. Государство, сказать, оно не только разговор разговаривает, оно ещё и принуждает действовать в общественных интересах и наказывает тех, кто, скажем, пытается что-нибудь украсть или что-нибудь отнять. А вот взял Хрущёв и провёл закон о мелких хищениях. Если вот выпить на 50 рублей возьмёте, то это не наказывается. Ну, так я каждый день буду по 50 рублей. 50 до 50 до 50 до 50, и всё не наказывается. А сейчас у нас уголовное дело заводится с 2 500. 2 500, если вы меня украдёте, 2 400. И завтра, и послезавтра. Нет, а вот я сейчас пойду жаловаться к милиционерам. Скажут, сколько вас забрали? 2 400, идите домой, Михаил Васильевич. Мы уголовное дело не заводим. Вообще у меня тут два трупа, вы пришли с какой-то ерундой, уходите отсюда. Вот что это такое. То есть, значит, ну а государство что должно делать? Оно должно подчинить экономику общественным интересам. Если мы будем рассуждать интересам рабочего класса, будем рассуждать про всякие красивые названия, так название ничего не значит. Важно, подчиняется производству общественным интересам или нет. Подчиняется оно интересам рабочего класса. Значит, есть общественная собственность. А интересы рабочего класса требуют дальше развивать. То есть, повышать темпы роста, развивать производительность труда, увеличивать масштабы производства, новые создавать продукцию, экономить общественный труд и критерии экономии труда потребителей сделать главным. Не важно, сколько вы затратили на машину, важно, сколько вы в итоге получили экономию. У нас все же теперь общественная. Она стоит там, допустим, миллион, а вы 100 миллионов получили экономии, вычтем этот миллион, вычтем еще миллион на ремонт и обслуживание, и получается у нас 998. Нет, 98, 100 было. 98 осталось еще миллионов экономии. Вот по этой экономии оценивайте. Это называется потребительная стоимостная теория экономики, которую развивал Василий Акшельмеев, Виктор Георгиевич Долгов, и вы можете с ней познакомиться по нашим книгам Долгов, Ельмеев, Паков, которая называется «Выбор нового курса», издательство «Мысли», 50 тысяч тираж, 1991 год. Мы эту книгу написали в альтернативу книге моего однофамильца Гаврила Попова Харитоныча, который был мэром Москвы, который написал книгу про десоветизацию, дефедерализацию, департизацию, вот они, дяди, как надо разрушить, а мы написали книгу о том, как надо создавать. Зато вы сидите, беседуете со мной, а Гавриле Попову дали звание, не звание, в общем, дворянский титул. Он получил дворянские титры, а меня уважает трудовой народ. Согласен. Каждому своё. Весы перевесили. Подумаешь-ка. Он мне на докторскую написал положительный отзыв вместе с краснопольцем. Не читал? Но, не знаю, может, я читал. Но, ну, на автореферат. Автореферат рассылался. Он же в МГУ работал тоже. Но он пришёл, отзыв позже, на следующий день, после защиты. Так тоже интересно. А отзыв хороший. А пришёл позже. Он тоже занимался управлением экономикой и так далее. Вот такие были истории. Ну, скажите, пожалуйста, а может быть план, который всё охватывает? Не может быть. Почему? Ну, потому что, во-первых, нельзя познать всё. Необъятного. Да? Нельзя. Всё познать до конца. Поэтому есть границы, связанные с границами нашего познания. Значит, планирование ограничено тем, что мы познали. Это раз. Второе. Поэтому, когда сейчас начинают рассказывать, что, дескать, всё планировали до последнего гвоздя, но это какие-то дураки рассказывают. Или проходимцы. Или люди, которые вообще ничего не понимают. Далёкие от этого дела. Вторая есть причина. Я запланировал, а у вас есть свои интересы, а вы не так делаете, как надо по плану, а пытаетесь свои интересы при реализации плана. Я вам даю план в тоннах, вы начинаете тяжёлые делать. Я даю вам в метрах, вы начинаете длинные делать. Я даю вам в рублях, а вы начинаете дорогое, чем дороже. Поэтому, это такая сложная задача. И поскольку есть тут разные интересы, то государство должно составить такой план и в нём указать то, что необходимо для обеспечения приоритета государственных интересов. Уже интересы рабочего класса оказываются не просто интересами рабочего класса, а уже как интересы господствующего класса. И они выступают как государственные. Привожу следующие данные. На уровне правительства в советское время, в Советском Союзе утверждали тысячу позиций продукции. Планировалось. Тысяча. То есть не больше. Не больше. Тысяча, ровно тысяча. На уровне отраслей, вот скажем, если вы министр общего машиностроения, вот у вас уже 17 тысяч примерно. Если я посуду выпускаю там, лёгкой промышленности, 17 тысяч. То есть на уровне отдельного министерства, один министр, вот может он вот план делать, который включает вот 17 тысяч позиций. И всё. На уровне народного хозяйства больше ничего. То есть это получается тарелка кружевная, тарелка с жилью. А это ваше местное дело. Это ваше дело. Это 17 тысяч позиций. 17 тысяч номинования. Говорят, что всё было одинаковое, ходили в одинаковых платях. Да это глупость. Это противоречит. Это сейчас всё одинаковое. Куда ни пойдёшь, введи пальмовое масло. Мороженое тоже с пальмовым маслом. Введи пальмовое масло. Посмотрите, вы почитайте, из чего конфеты сделаны. На коробке любые откройте, смотришь, такие красивые коробки. Ингредиенты одинаковые. Ужас вообще. А что делается? А сыр? Сколько там пальмового масла? А молоко? Что творится? Это раз. Во-вторых, а что остальное? Кто разворачивал дальше? А дальше есть местные, есть экономические управления, есть на уровне городов, областей и так далее. Они правильные. Соответствующие отделы экономические. Они там дальше планируют. У них там плановое дело, если они планируют дальше разворачиваться. Зачем мы будем решать, сколько у вас там будет чайников в вашем там, в Твери? Ну, наверное, Твери как-нибудь справится сама с решением вопроса. Или вам в клеточку вы будете делать, или в полоску рубашки. Ну, это ваше дело. А дальше? А дальше еще предприятия могут что-то предлагать. Производить? А расцветку, сами думаете? Потому что, если у вас будет такая расцветка, что никто не будет брать, вы будете серо-зеленое что-то такое выпускать, то вы не выполните государственный план просто по объему. И вас накажут не за то, что вы цвет не тот сделали, а за то, что вы не подумали о потребностях. Вы изучайте потребности. Вы же производитель. Вы для чего работаете? Вы работаете для народа. Вы работаете для трудящихся. Вот поизучайте, что нужно. Соберите людей, поспрашивайте их и заложите. И у нас очень многие спрашивали, изучали, и это и выпускали. То есть, обратная связь присутствует. Обратная связь, она предполагает. Это планирование. Но никогда все нельзя хватить. Невозможно такое. Поэтому это противоречие между полномерным государственным управлением, между полномерным развитием социалистической экономики и элементами стихийности в его организации. А стихийность связана а, с тем, что познание всегда неполное, раз, и с различиями в интересах, два. Вот с неполнотой надо бороться только одним. Лучше и больше познавать. И здесь никакие вам эти самые исследовательные машины не решат эту проблему. Оно просто в других масштабах. Но можно больше запланировать, можно лучше учитывать. Но все равно эта проблема остается. Все равно вы все не познаете, какие бы у вас ни были ЭВМ. Поэтому говорят, вот, значит, у нас вот были уже машины, вот мы бы сделали, мы бы пытались планировать. Должен социализм превращаться в полный коммунист. Для этого надо вот этот процесс преодоления, разделения труда между людьми, различия между городом и деревней, людьми физическим умственным труда, это надо в позициях себе представлять, картину нарисовать, даже на парте, обществу это показать, а потом в показателях уже планирование забить. И тогда уже будет, для этого нужно иметь десятилетние планы, пятнадцатилетние, двадцатилетние. Докладываю вам, что за все время социализма с пятилетнего планирования ни на шаг не продвинулись. Хотя в 1920 году, еще когда был переходный период, еще не было социализма, был съезд президиумов госпланов, и этот съезд принял решение. 15 лет. Нет, значит, годовые пятилетние и десятилетние планы, долгосрочные. Но не было долгосрочных планов. Потом одно время была программа научно-технического прогресса, и его социально-экономических последствий. Получалось, что это социально-экономические последствия прогресса, а прогрессу-то все равно техническому. Куда вы будете направлять плоды этого технического прогресса? Поэтому, если вы не планируете, как, во что это дело превратить этот прогресс, то у вас никакого прогресса и не будет. То есть, точно так же, как можно при повышении производительности труда, есть два возможных варианта развития. Первое. Как только повысили производительность труда, значит сократилось рабочее время на то, что вы производили. Значит, часть можно времени потратить еще на увеличение продукта для расширения богатства материального, а часть на сокращение рабочего времени, увеличение свободного и, соответственно, увеличение духовного богатства. Поэтому вообще нет такой идеи сокращать количество рабочих. Говорят, вот мы сейчас внедрим, у нас не нужно быть столько рабочих. Что значит вам не нужно? Кто вы такие вообще, вам не нужно? Кто вы такие? Вот рабочий класс, если он осуществляет свою диктатуру, у него так не стоит вопрос сократить количество рабочих. У него стоит задача другая, сократить рабочее время. Сократить рабочее время, значит, как в программе было написано, до шести часов с обязательством, два часа. В программе, конечно, второй, ленинской, которая была принята на восьмом съезде. Ну и Сталин не трогал эту программу, потому что Сталин почему-то, может, он человек такой нетворческий, он считал, что если это программа, то надо ее выполнять и не переделывать. А вот пришли люди, которые, значит, что-то наляпают, и тогда переделывают программу под свое вот головотяпство. А уже при Хрущеве это все выбросили, а Сталин говорил, что в дальнейшем нужно и пять часов сделать рабочего времени, потому что без этого всестороннего развития не получите вы. И это всем умным людям было понятно. И какое у нас тут движение? У нас движение, сейчас мы видим какое. То есть, ну, при буржуазном строении удивительно, буржуазия, так сказать, для нее рабочее время это будущее, это жидкий капитал, который она превращает уже в настоящий капитал, затверевший, так сказать, и получает сам воспроизводство капитала. Поэтому она и жизнь хочет забрать, и все время забрать, и пенсию ей надо было очень не платить, да и зарплата это один вычет из прибыли. Чем меньше ваша зарплата, тем больше у меня прибыли, если я капиталист, что тут непонятного? А если это не отнять по частям, значит, можно с помощью Центробанка инфляцию гнать вверх, понижать, все это дело. Ну вот, при сосреднике вообще нет такой задачи обязательно зарплату повышать, можно цены понижать. И они понижаются. А почему они понижаются? Потому что показателем было планирование себестоимости. А себестоимость когда понижается? Когда производительность труда растет, дисциплина возрастает, рационализаторство, научно-технический прогресс и умелость работников. Вот если вы это все делаете, у вас затраты вниз-вниз-вниз. На предприятии остается только то, что относится к себестоимости, то есть зарплата, и вот комфортизация, вот то, что относится к непосредственным издержкам. А прибыль уходит наверх. И вот есть разница между розничной ценой, оптовой ценой и розничной. Между издержками производства предприятия, оптовой ценой и розничной. Предприятие может получить себе какую-то прибыль маленькую для того, чтобы какие-то текущие вещи в рамках планирования делать, свободу иметь. Какую-то маленькую, наверное, там порог был. Порог был. По нынешнему времени она очень большой. Потому что чем больше вы снижаете цен на свою продукцию, тем больше вам остается. И вот то, что вам остается, значит, это будет разница между ценой оптовой и издержками производства. А сверх оптовой цены стоит налог с оборота. Это разница между розничной ценой и оптовой. В советское время 50% государство получало в виде прибыли доходов и 50% в виде налога с оборота. И налог с оборота, предприятия продолжают работать, налог им никто ставку не меняет, они получают все больше и больше вот этого самой величины. И с другой стороны, между них тогда получается, если цена устанавливается как себестоимость плюс нормативная прибыль. Скажем, 15% или, допустим, в войну было 3%. Вот 3% это цена ваших танков, пушек, самолетов. 3% себестоимости к издержкам производства предприятия. Ну и получается, что у вас цена оптовая снижается, а разница между розничной и оптовой разбухает. И отрывается вообще эта розничная цена от оптовой. Что нужно делать? Понижать цену розничной. Понижать цену розничной, чтобы она где-то вот так шла баш на баш. Ну поэтому снижение цен это не то, что вот товарищ Сталин, так сказать, что добрая воля. А это просто необходимое некое требование к социалистической экономике. Это вот государственное планирование. Но теперь, поскольку оно государственное, что мы знаем про государство и не забываем о противоречиях. Оно противоречивое, это государственное управление или нет? Да. Да. Значит, если там было планомерное разрешение противоречия между планомерным введением социалистического хозяйства и элементами стихийности в его организации, то здесь уже в системе управления противоречие между его социалистическим характером, это система управления, и элементами мелкобружазными. Как только вы интересы какие-то свои выше поставили, выше общественных, это мелкобружазность. Не то важно, что я делаю, что важно, что за это буду иметь. Вот что характерно для мелкого бружба, правильно? Да. А вы сидите не мелким бружба, вы сидите чиновником, социалистическим и так далее. И вот как с этим надо бороться? Были разные средства. Ну, во-первых, как назывались эти болезни? Это вот болезни государственного аппарата или государственные болезни. Это что? Карьеризм, бюрократизм, ведомственность, местничество. Я уж о взяточничестве не говорю. Это просто преступление, это не болезнь. Взяточник нужно сажать и расстреливать, как делают в Китае. И в Китае еще переходный период, но они умело расстреливают своих взяточников. Это не прекращает взяточничество. Почему? Потому что если человек видит такую-то большую прибыль, то как еще написано в Капитале, что человек идет на какие угодно, капиталист, преступление ввиду вот такой выгоды. Поэтому приходится расстреливать. А у нас, например, при том же Ельцине, я слышал как по радио, когда отменялась смертная казнь за экономическое преступление, какая была бурная радость, как они были восхищены. Я думал, что они так восхищаются. Я не знал, что так будут разворовывать, как сейчас разворовывают. То есть они как бы знали, что они будут разворовывать. Сейчас им нечего бояться. Они в случае чего закажут вертолет по телефону и улетят из любой тюрьмы. Поэтому кого вы сейчас испугаетесь? И какие там у них беды в тюрьме? Потом условно-досрочное освобождение. То есть вам написали 10 лет, через 5 лет выйдете. Это как вы на заработках были и вернетесь своим миллиардам. Ваши миллиарды записаны на жену, на тещу, на сына, на дочь. И как не пытается товарищ Бастрыкин добиться того, чтобы конфисковали у всей семьи и родственников? Не. Ну, в отдельных случаях. Вот сейчас отнимают у полковника Захарченко. Но он очень протестует. Говорит, как же так? Это не по сильным трудам мои 9 миллиардов. Наличных, да еще золото, да еще столько квартир, да еще столько машин. Он простой полковник. Ну, он простой полковник только по борьбе с коррупцией как раз. А никто не доказал. А ведь никто не говорит, откуда деньги. Могли подкинуть. Ну, вот вы, наверное, пришли, шли мимо. Зашли, вот занесли в квартиру его родственницы. И все там у его сестры. И лежит там 9 миллиардов. А вы когда проходите, вам тяжело нести было эти баулы. Пусть там постоит. А тут открыли как раз следственный комитет. Он говорит, это не наше. Ну, и такую сказку рассказывает. Ну, что это, спрашивается. Вот у нас вроде правительство есть, товарищ гражданин Медведева. Ну, что это за правительство такое? Что у вас миллиарды неизвестно откуда появляются, куда-то притекают. И вы тут при этом рассуждаете, что денег нет. Да это разве единственный случай? И все время уже счет на миллионы уже не идет. Это все как затронут. Там миллиарды, там миллиарды, вот Хорошавина, Сахалин, миллиард 800. Кого не схватят, так сказать. Банкиры, которые 200 миллиардов выводят из страны, потом садятся на самолеты и улетают. Мы, говорит, будем их арестовывать за 8. Да арестовывайте сколько угодно вы за 8. Что у вас дырявая вся система, отсюда можно из России вывозить сколько угодно. Я уже не говорю о том, что таможенник выступает в российской газете и рассказывает, что можно ли вывезти миллион. Да, в чемодане вы можете миллион долларов отвезти. И вам, вы только декларацию должны заполнить. Идете, вот вы с чемоданом, в нем валюта на миллион долларов. Если вы не запишите, декларацию вас не выпустят. А если напишите, вас не имеет права задержать. И вот за прошлый год 5 вывезли отсюда таких чемоданов и 2 сюда привезли. А таможенник говорит, ну как-то надо хоть, был закон, чтобы спрашивать можно было. Да, вот собираются сделать такой закон. И будут спрашивать, будете у меня спрашивать. Я вот с Дмитрием Юрьевичем так же так вот говорил, обсуждал эту тему Пучкову. Он говорит, ну, Дмитрий Юрьевич, ну спросите у меня, откуда у меня денег столько? Спросите у меня. Откуда у вас столько денег? А бабушка мне подарила. Ну, я так и думал. Я думал, мама правда. Ну, есть еще и мама. Ну, мало ли мне. Вам следующее, чем надо. Да вы мне могли подарить. Что проблема? Ведь мне главное ответить. Что не помните еще? Вот мы же, конечно, ехали, вышли. Слушай, надоело таскать, а так тяжело. У меня дома их таких, как у Захарченко, 16 чемодан. Возьмите один. Да и забудьте об этом. Откуда вы получите? Да, почему Сечин не пришел на суд-то. Да, да. Тяжело ему таскать. С чемоданами доходить тяжело. Не знаю, сколько у Сечина, но у членов правления его, я вот посмотрел свежий материал по 28 миллионов. Ну, я не знаю, что бы было с вами, если бы 28 миллионов получали. И как-то доказывать, что, я сказать, это нужно. У них такие сложные работы. Ну, что сложнее, чем... Ведь труд, это затраты, как писал Маркс, мозга, мускулов, нервов и так далее, общечеловеческой рабочей силы. Это вообще не труд. Это у вас в сфере идей, в сфере бумаг вы действуете. Ни денег никаких, ничего вы не добываете. Нефтяники рабочие добывают нефть, а вы пишете бумаги, руководители. Это очень важный труд. Всякий непосредственно общественный труд или труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, писал Маркс, нуждается в управлении, которое осуществляет связь индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Поэтому труд у вас важный, нужный. Только не надо так его выставлять, что он важнее труда тех, которые непосредственно занимаются производством материального. И несут на себе все тяготы тяжелой добычи полезных ископаемых, которые там вахтовым методом работают, которые в ужасных условиях, в которых очень тяжелый, опасный труд и так далее. И которые теперь могут не дожить до пенсии. Да, теперь они как бы уже запланировано, что они этого не могут и не могут. Теперь они в таком количестве дожить, как раньше. Если их раньше доживало 20%, то есть 80% до пенсии, сейчас будет 60% мужчин, а женщин 80%. Вот это противоречит. А как это противоречит решить? Вот на эту тему задумывался, над этим вопросом задумывался Владимирич Ленин в работе государства революции. Прежде чем делать революцию, он сидел в разливе, писал книгу и задумывался. Ну хорошо, возьмем мы власть, создадим социализм. Ну и как нам вот эту проблему решить от отрыва государства? И он нашел только один рецепт. Надо, чтобы каждый на время становился бюрократом, и поэтому никто не мог стать бюрократом. То есть, надо всеобщее участие в управлении. Поэтому вот в программе было записано то, что 6 часов производительного труда и 2 часа сверх того. Каждый трудящийся должен уделить ежедневно обучению военному, профессиональному искусству и технике, практическому обучению техники государственного управления. Вот вы закончили свою работу токаря, вот будьте добры, 2 часа поуправляйте государством. У нас были такие опыты, были опыты социалистического совместительства, когда рабочие потом приходили в учреждения и там участвовали в организации работы, или проводили контрольные там функции, выполняли и так далее. Но это было при Арджиникице. Потом как-то это развитие уже не получило. И забыли этой задачей заниматься. А это и есть преодоление разделения труда между людьми. Преодоление различиями людьми, физическими людьми, общественного труда. Надо, чтобы все участвовали в управлении. Если я не участвую в управлении, не понимаю ничего в этом деле, меня легко обмануть. Поэтому я, ну как, это у вас святая святых, у вас там какие-то решаются вопросы, нам так объясняют. Такие важные люди, сидят чиновники, особенно за такими большими столами, в таких красивых костюмах. А куда вы пришли с таким лицом, с такой одеждой и так далее. И все. То есть, и это вот рецепт. Этот рецепт утрачен. Второй рецепт, то есть нету сейчас, не было. Вот это не развивалось при Хрущеве это дело. Наоборот, все это было порезано. Из рабочего контроля сделали народный. А народный, значит, можно и рабочих туда не допускать. Потому что, ну, есть люди без рабочих как-нибудь. Вот что, они пока работают, а мы за это время поконтролируем. Потом партмаксимум, который состоял в том, что вот как заинтересовать чиновника, чтобы он, ну, хочет получить. У него есть же свой интерес личный. У него вообще есть интерес тоже личный. Он же лучше будет ему жить, если общество будет богаче. Но и лично он от чего может выиграть? Ну, лично он может выиграть от общего роста. Пусть у рабочих вырастет зарплата, у вас вырастет. То есть, надо вашу зарплату привязать к зарплате рабочего. Зарплату, среднюю зарплату рабочего чиновникам давать. Не хочется, мало, иди в рабочие тогда. Да, найдутся там люди, которые будут на вашем месте. И замена будет тоже неплохо. Давайте это делать, чтобы не было этого вечного прикрепления к одному виду труда. Я вот просто в такой имел разговор, для меня очень интересный, с человеком, который лично беседовал с руководителями железной дороги. Один был член партии, начальник, он получал 1000 рублей зарплата. Второй, главный инженер, беспартийный, получал 800. Ну, поскольку начальник был член партии, он 500 рублей получал на руки, а 500 отправлял в спортивную кассу. Он, как и в руке, не получал. Когда был партмаксимум. Ага. А второй был, он главный инженер, беспартийный, он получал 800. Спрашивается, полезут ли карьеристы в такую партию, где ты сразу получишь партмаксимум. Я вот хочу сказать, что даже в рабочей партии России некоторые, у нас ведь процент, 2% всего плачутся членские взносы. И как-то некоторые так тяжело им это доплатить. Но если у вас маленькая зарплата 0, сколько будет 2% от 0? 0, от дохода, нет, от дохода. Вам бабушка подарила, дайте 2%. Я не знаю, если вам бабушка миллион подарит. А долга хватит. У нас один товарищ переходил с одной фирмы в другую, получил миллион, он прислал 20 тысяч партийных взносов. Не все платят? Ну, те, кто не платят, те, кто исключаются. Почему? Все платят. Тем самым все платят. Но не без проблем. То есть, вот как-то иногда это все-таки задержки, ну, прямо такие, как на общее дело, прямо такая. А как вы собираетесь, как вы думаете, вот вы же сами, вы сами говорили, что вот у нас мало там, у нас средств массовой информации, там, для того, чтобы вы держали сайт, тоже требуется средство и так далее. Для того, чтобы вы имеете оборудование, записывать и, соответственно, воспроизводить, тоже нужно. Ну, это все же средство. А как вы хотите без этого? Значит, ну, если люди не могут 2% пожертвовать от своих доходов, доходов. Ну, нет у вас доходов, так и малые подлоги вы отдадите. А большие доходы? Ну, жалко, конечно, я согласен. Но у вас же большие доходы, у вас многое останется. Вот. Ну, это вот такая проверка на вшивую историю своего рода. Надо сказать, что вот докеры, они себе установили в профсоюзе 2%. Почему? Потому что 1% им для текущей работы, а 1% в забастовочный фонд. Ну, на случай вот нужны будут большие затраты, поэтому это вот очень мудро. А в ФНПР 1%, там меньше платят, но ничего они не достигают. Там и борьба слабая. Поэтому, ну, хотите бороться, хотите получить результаты, ну, вы, конечно, не капиталисты, но вкладывать-то надо в это дело, если вы хотите что-то сделать и добиться. Короче говоря, вот эта вот проблема, она решается каким образом? В систематизированном виде она решается через систему советов. Советы, согласно Ленину, это органы, избираемые по трудовым коллективам. Об этом Ленин говорил, во-первых, в своем докладе. То есть, доклад о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата на первом конгрессе коммунистического интернационала 4 марта 1919 года. Он решил поделиться с товарищами по партиям коммунистическим, новым, вместо социал-демократических созданными, по поводу того, как удержать власть. Старая, то есть буржуазная демократия и парламентаризм были организованы так, что именно массы трудящихся всего более были отчуждены от аппарата управления. Советская власть, то есть диктатура пролетариата, напротив, построена так, чтобы сблизить массы трудящихся с аппаратом управления. Той же цели служит соединение законодательной и исполнительной власти. Вы не придумываете законы, а придумываете такие, которые сможете выполнить, чтобы не было этого разрыва. Или суды у нас решают, а судебные приставы исполнителей даже при всем желании это выполнить не могут, потому что не хватает времени. Разорвано это все. Так называемое разделение властей. И замена территориальных избирательных округов производственными единицами. Каковы завод-фабрика? Не производственными округами, производственными единицами, чтобы люди пришли на завод. И в любой день вы можете провести выборы, в любой день, нового, вместо того, кого вы отозвали. Ну, собрались вы, собрались и отозвали Иванова, послали Петрова. А в Совете место за вашим заводом. Ну, норма есть представительство, там, один от тысячи, там, скажем, Окипировский завод в свое время четырех давал Горсовет. Четырех человек. Ну, значит, эти четыре могут все время меняться. А от Горсовета-то все равно, кто-то приходит от Красной Зари, кто приходит от Металлического завода и так далее. Важно, что вы можете отзывать. И вот тогда эта борьба с бюрократизмом, карьеризмом получает такую систематическую форму. Поэтому диктатура пролетариата, она не просто выступает как диктатура пролетариата, а выступает она как советская власть. На поверхности, как форма. Форма – это советская власть. А сущность ее – диктатура пролетариата. Ну, потому что всякая власть, любая власть – диктатура, как вы ее не накрашивай, как и не называй. Хочешь называть ее, скажем, государство рабочих и крестьян, так и писали иногда при Сталине. Ну, это ерунда. Не может быть государство рабочих и крестьян. Бывает государство рабочего класса. Диктатура пролетариата. Вот, то, значит, товарищи наши в Китайской Народной Республике, значит, напишут в уставе, то они уберут из устава. Но, правда, пишут, что у нас в последнем уставе, в самом свежем, написано, что у нас наша партия – это авангард рабочего класса. И мы руководствуемся марксизмом, глинизмом, идеями Мао Зе Дуна и вот следующих, так сказать, их руководителей. То есть, а если это руководящая роль рабочего класса, это и есть смысл диктатуры пролетариата. Но самого слова диктатуры пролетариата нет. Но и выкидывания диктатуры пролетариата нет. Все попытки, так сказать, построить так же государство, как делал Горбачёв, они привели к тому, что сначала они сняли одного генерального секретаря Ху Ябана, потом второго генерального секретаря Джао Цзияна, который всё-таки хотели Горбачёвщину внедрить в Китай. Поэтому у них переходный период. Это период острейшей борьбы между социализмом и капитализмом. И социализм там есть, и там есть планомерность. Там есть 13-й пятилетний план. И естественно, если есть государственные задания крупным предприятиям, они могут давать уже капиталистам, в том числе крупным капиталистам, могут давать заказы, а те могут их реализовывать. Короче говоря, вот что мы получили? Мы получили пять противоречий между коммунистической природой социализма и его отрицанием, между непосредственно общественным характером производства и товарностью, между системой государственного планового централизованного управления и элементами стихийности и между социалистическим характером системы государственного планового управления и элементами карьеризма, бюрократизма, ведомственности и местничества. Значит, сколько получилось противоречий? Пять. Да? Ну вот если рабочий класс и трудящийся все участвуют в управлении, то все эти противоречия развиваются и они разрешаются по принципу движения вперед. А если трудящиеся думают, что мы избрали, мы назначили, у нас есть государство, у нас есть чиновники, которые из нашей плоти от плоти, вот и партия у нас плоти от плоти и так далее, чтобы там были партийные чиновники или партийные чинуши, если рабочий класс на каком-то этапе социализма в какой-нибудь стране утратит, то как показал опыт Советского Союза, печальный, и как показал опыт других стран европейских, вот где, так сказать, бдительность утратили, в отличие там от Канады и Р, в которой, между прочим, их критиковали, что уж очень они самостоятельные, они там смотрели, что мы вот сделаем разделение труда, у нас не будет своих производств, мы пропадем, если что. Вот они поэтому делали свои производства и критиковали. Они сохранились. То есть все революции на Востоке практически, кроме там Монголии, но Монголия, как и под нашим, так сказать, влиянием было их хоть в эту сторону, хоть в ту. Там продолжается строительство социализма, или построен социализм, как это имеет место в Корейской Народной Демократической Республике. А что касается вот Советского Союза и других стран европейских, бывших социалистических, они утратили. Почему? Потому что рабочий класс, если он не борется при социализме, если он не понимает, что этот строй тоже противоречивый, что здесь диктатура патриата, это является главным и основным условием разрешение противоречий по линии развития социализма в полный коммунизм. Вот если он забудет о том, что в Чеке о развитии совершаются порядки борьбы, о чем всегда настаивал Сталин, если не будет бороться, если он утратит эту способность, если он демобилизуется, а он и сейчас демобилизован, и представляете, кого у нас большинство рабочих или буржуазии? Конечно, рабочих. Но что такое собой сейчас представляет рабочий? Это демобилизованная пролетарская армия. Это пролетарская армия, которая перематывает портянки, кто смотрит этот, кто кого убивает по телевидению, кто слушает эхо Москвы, которое вливает им всякую гадость в душу. Каждый занимается своим. Каждый занимается своим. Ну и, как вы понимаете, хорошо организованная группа людей всегда побеждает такую демобилизованную армию на том участке, куда она приходит. А тут так и получается. Это везде, везде там портянки развешаны, и нет ничего, чем защищаться, чем обороняться. Вот поэтому надо понимать, что это, с одной стороны, разговор о будущем, о социализме, да? Но это не только о будущем, это и о прошлом нашей страны. Это не то, что мы теоретизируем, а это есть и результат анализа социализма, который имел место в Советском Союзе. И не только недостатков, но и плюсов, или не только плюсов, но и недостатков. Но это и наше будущее, потому что если вы собираетесь восстанавливать социализм, то не надо восстанавливать те ошибки, которые были в условиях уже построенного социализма. То есть надо быть мудрыми. Чем отличаются люди мудрые от умных? Умные, они знают выход из любого положения. Сейчас мы уже зашли в капитализм, мы же знаем, как из него выйти. А мудрые, они просто туда не заходят. Вот на этом бы я хотел и закончить. И призвать товарищей, рабочих и их союзников к борьбе за дело рабочего класса, за построение, за социалистическую революцию, построение социализма, как неполного коммунизма, а потом и полного, который тоже будет в порядке борьбы противоположностей строиться. Вот такие вот противоречия нас ожидают в будущем. И вот такие вот варианты решения этих противоречий. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова